Приветствую всех! Меня зовут Наталья Невзорова и сегодня я вам сделаю обзор макияжа, который я выполняла утром. Сейчас время 22.30 и вот все, что у меня осталось на лице. То есть, в принципе, сама кожа нисколько не пострадала. То есть, видите, я ни разу не припудривала лицо за сегодняшний день. Конечно, Т-образная зона у меня имеет определенный блеск, но, в принципе, это неплохо по сравнению с тем, что у меня обычно бывает. Дальше. Карандаш сохранил свой контур и губы я подкрашила только один-единственный раз нашей помадой. Вот такой вот он колор. Она не стойкая помада, а кушала я сегодня, ну, наверное, раза три за день. Поэтому сейчас я вам расскажу, что у меня нанесено на лице, потому что просят сделать обзор макияжа для того, чтобы я рассказала мнение о тех продуктах, которые я использовала. Но утром у меня начинается с того, что я подготавливаю кожу к макияжу. Вот очищающий гель, который я наношу и умываю лицо. Дальше. Из этой же линейки на вэйж я использую увлажняющий эликсир. Он у меня заканчивается. И что хочу сказать. Вот гель мне очень нравится. Во-первых, он очень хорошо снимает загрязнения на лице, растворяет их, разжижает, да. А вот эликсир, он шикарный вообще. Он шикарный, действует классно. Но у него очень неудобная бутылка. Вот если это видео будут смотреть представители компании, в чем я, конечно, сомневаюсь, да. Но мне бы очень хочется, чтобы эта бутылочка была более мягкой. Потому что здесь, в принципе, не требуется мягкости, да. А здесь она просто необходима. Так как, когда мы откручиваем, видите, здесь. И нужно постоянно, чтобы выдавливать. Кто-то мне написал под видео, что этот гель нужно наносить руками. Но мне руками, например, не очень удобно его наносить. Потому что он достаточно жидкий. И получается, что когда на руки наносишь, он прям стекает, да, с пальцев. И, в принципе, как бы мимо все капает. Соответственно, я наношу его ватным диском. Я не знаю, на самом деле, нужно его руками наносить или нет. Но вот мне так подсказали. Дальше. Я использую сыворотку для лица. И плюс дневной крем. У меня есть видео, дневной крем, вот из линейки Time Restore. У меня есть видео на канале. Можно поискать дневной уход за кожей. Утренний, вернее, да, утро, так он называется. И более подробно вот этот уход посмотреть именно на моем канале отдельно. Я не буду сейчас на нем заострять внимание. Дальше. Что происходило? Значит, я сегодня не наносила праймер. Обычно я всегда под тональную основу наношу праймер. Сегодня я его не нанесла. Но я в тональную основу. А тональную основу я использовала код 32287. Слоновая кость. Из линейки V1 стойких продуктов. Это тональная основа Extreme. Многофункциональная. Я ее использовала. Вот у меня слоновая кость оттенок. Вместе с бустером. Ой, вернее, это даже не бустер. А вместе с гелем матирующим. И, в принципе, эффект мне понравился. У меня все гораздо хуже бывает на лице к вечеру. И сегодня я макияж наносила 12 часов. А сейчас уже полодинадцатого вечера. И я считаю, что это вообще шикарный результат для меня. Потому что у меня только есть небольшой блеск на носу. Хотя, в принципе, у меня там хайлайтер был наносен. Но и есть небольшой блеск. Вот и то, если уж я там сильно постараюсь. Видно, да, чуть-чуть. И он такой более плотный. Потому что обычно он очень жидкий. Когда вот берешь, например, да, прям видно, что сильно очень блестит. Поэтому вот эта штука мне понравилась именно в комплексе с тональной основой. Я, в принципе, хороший результат получила. Мне... Я довольна. Что же касается тональной основы. Значит, тональная основа по текстуре достаточно плотная. То есть, если посмотреть, видите, в принципе, лицо выровнено. Хотя у меня веснушки есть. Их сейчас не очень заметно. Вот, видите, она достаточно плотная по текстуре идет. И, в принципе, у нее есть один минус. Если ее наносить вот самостоятельно, она, конечно, на лице блестит. То есть, для моего вот жирного типа кожи это, как бы, не очень... Не самая любимая, так скажем, тональная основа. Поэтому я ее использую не так часто. И вот сегодня решила попробовать. Просто я ее в макияже не использовала. Вот в таком, в демонстративном, да. И решила попробовать сегодня именно вот с матирующим бустером. Эффект мне понравился. Единственное, что, конечно, я припудрила лицо. Лицо у меня припудрено вот такой пудрой V1. Это увлажняющая пудра. Оттенок у меня 306-13. Вот, посмотрите. Если я на тональную основу ее нанесла, да. Прям где у меня тоналка была нанесена. То есть, она достаточно хорошо, видите, и матирует. И плюс еще мне нравится, она лежит хорошо. И вот у меня, кстати, брала одна из клиентов эту пудру. Сказала, что она как мел. Но мне кажется, что очень много зависит от кожи. От того, на что наносишь ее и какой тип кожи у человека. Дальше я использую вот такую интересную палетку Demi Moor. Она была у нас в каталогах. В ней есть очень классные оттенки. Но, видите, уже все. У меня она заканчивается. Но румяна вот. Румяна и еще тени остались. Я их изредка использую. Блески для губ здесь были. Светлые тени уже использованы. Хайлайтер уже использован. Я его вместо наносила на веки. Вместо закрепителя для теней. И, конечно, вот такая шикарная палетка. Я, кстати, похвастаюсь, да. Что в этом году я приняла участие в акции. Сейчас в рекрутинговой компании. Это было, правда, как она называется. Не буду сейчас говорить. Но вот мне прислали. Видите, я выбрала в подарок вот такую вот палетку. Палитру даже, да. Посмотрите. Палитра теней, румян и хайлайтер. Вот здесь есть абсолютно все. Но скажу, что так мне кажется, что все равно по качеству она немножко не дотягивает до палетки Дэми Мур. Потому что та была просто бесподобна. И вот те румяна, например, да, сейчас я их до сих пор использую. И мне очень не нравится именно вот по качеству. Что касается глаз. Да, то есть вот про румяна поговорили. Глаза. Сегодня был такой необычный макияж. Если вы посмотрите сейчас. Немножко вот так, как у меня жирный тип кожи. Да, видите, немножко подскаталась у нас здесь. Но это, кстати, достаточно хороший результат. По сравнению вообще с тенями, которые используются, например, вот одиночные тени или двойные. Потому что смотрите, какая стойкость классная. Да, то есть если я вот глаза не закрываю, да, то вообще прям шикарно смотрится. Даже несмотря на то, что прошло уже практически 10 часов. Да, то есть 10 часов вот у меня как нанесен макияж. Что еще получилось? Когда я вышла сегодня на улицу, очень сильный холодный ветер был. И у меня потекли слезы. У меня текут слезы вот при ветре, при холодной погоде, при перепаде. И немножко вот здесь вот чуть-чуть подсмазались тени. Но в принципе, в целом все было нормально. Это вот сейчас уже по истечении 10 часов. Немножко они скатались в эти складки. Но если я, например, смотрю так на вас, вы даже не догадаетесь, что они у меня немножко скатались. Потому что макияж держится изумительно. Ничего не размазывается. То есть ни под глазами, ни здесь, например, да, ничего не плывет. Все вообще шикарно держится. Все благодаря вот этой вот палетке. Потому что я использую эту палетку иногда и как палетку для теней. Не только брови ей прокрашиваю. А брови тоже я не корректировала больше после утреннего сегодня макияжа. И вот я использую темный оттенок вместо теней. Светлый оттенок я прокрашиваю иногда под губой, чтобы немножко увеличить объем губы. Ну а воск я вообще в принципе не использую. Я даже не знаю, как его использовать можно. Потому что в принципе ни разу, сколько я эту палетку брала, ни разу воском не пользовалась. Поэтому вот эта вещь может использоваться еще вместо теней. И она очень стойкая, очень классно лежит. И в принципе быстро делается макияж. То есть если вы посмотрите, я буквально кисточкой там раз-раз и все. И у меня уже готово. Если говорить о кистях, то кисти вот у меня не помытые они еще. Да, я использую разные. Да, у меня вот старенькие есть кисти. Видите, которые вот это вот вообще самые практически первые кисти, которые появились. С одной стороны был аппликатор, с другой стороны просто такая плоская кисть. И вот мне они по качеству больше нравятся, например, да, чем кисти, которые появились позже. То есть вот позже, например, да, кисть. Видите, она уже пушится. Вот здесь вот эта сторона, она уже более пушится. Ну вот, а с этой стороны это вот такая более жесткая, тоненькая кисть. Вот, ну, например, под глазами хорошо распределять ей консилер. Дальше. Кисть для румян. Ну, такая она, как бы, я скажу, бывает и лучше. То есть посмотрите, вся какая-то вот такая растрепанная. И единственное, что мне нравится в ней, это то, что она не малей, не большая. Потому что есть кисти такие для пудры, которые можно и для румян использовать, да, они очень большие. А это мне нравится, что она прям вот конкретно, точечно, да, можно ее нанести. И еще есть такая кисть, вот раньше была. И сейчас, в принципе, такие продаются для помады. Видите, она идет с футлярчиком. Но я ей наношу иногда хайлайтер. Вот что-то какие-то мелкие, да, что-то мелкую какую-то работу, например, да. Сюда хайлайтер нанести. Там вот сверху, видите, над бровью он у меня до сих пор виден, да, что нанесет. И плюс еще мне в одном из видео задали вопрос, а что за кисть я использую такую маленькую, круглую. Вот. Эта кисть была специальный выпуск для круглых теней Джордании. То есть такие маленькие были в шариках тени. И вот эта кисть была специально выпущена для них, чтобы вот наносить эти тени на глаза. Но я ее использую вот для растушевки, например, да. То есть вот здесь можно под глазами растушевать, да. То есть вот сейчас даже, да, подскаталась немножко. Опять снова можно все растушевать. И еще можно поносить какое-то время тени. Поэтому нам удобно, что она круглая, такая, видите, со скошенным кончиком и маленькая. Поэтому вот это кисти, которые я использую. Если говорить о нанесении, да, тональной основы, то мне очень нравится вот этот спонж. Beauty Blender, он правильно называется. Beauty Blender. Причем я его сегодня использовала в сухом варианте. Естественно, после этого я его сразу помыла. Моется он лучше с мылом, потому что пробовала вот с жидким мылом, например, да, с кусковым лучше всего моется. Просто его намыливаете, отжимаете вот так вот, да, и высушиваете. Он у меня еще не совсем высох. Обязательно нужно высушить. Если вы его сырым положите куда-то, он раскрошится весь. Поэтому обязательно сушите. И, в принципе, мне он нравится. Он такой объемный. И вот для некоторых тональных основ даже удобно его будет использовать в сыром варианте. Как, например, для матирующей пудровой тональной основы от Giordani Gold. У меня тоже видео снято. Я потом немножко в другом обзоре о ней расскажу. Поэтому вот этот спонж, я думаю, что он, в принципе, у меня давненько уже, может быть, полгода. Ну и если вы за ним ухаживаете, моете его и сушите обязательно, да, по-хорошему, то он будет вам служить продолжительное время. То, что касается подводки, я сегодня использовала вот такую двойную подводку-карандаш. С одной стороны, это подводка для глаз сиреневого цвета. Вот такой оттенок. Сейчас нарисую. Вот, смотрите. А с другой стороны, это подводка для губ. Тоже нарисую. Вот, смотрите. Ну, для глаз, почему-то вот она у меня немножко подкрашилась. Видите, как-то вот комками ложится. Не знаю даже чего. Может, ее подточить надо? Или, может быть, она более жидкая? Ну, более такая мягкая. Но, тем не менее, вот я сегодня наносила. Она, в принципе, продержалась. Я ее нанесла. Потом сверху еще слой теней нанесла. То есть, она у меня продержалась, в принципе, до вечера. А подводка для губ, вот до сих пор ее видно. Видите, вот она. Хотя, если мы поговорим про стойкость, вот я сейчас попробую их стереть, например, да. То есть, вот смотрите, видите, они, в принципе, стираются, да. Но, вот не сразу. Видите, остается еще тональная основа у меня нанесена была. Поэтому, я думаю, что стереть их возможно. Ну, вот все равно какая-то у них есть определенная доля стойкости. Что удивило, что большие по объему. Например, стандартный карандаш. Он гораздо тоньше. Вот возьмем, например, карандаш V1. Вернее, карандаш он color. Тоже белый, черный. И вот сравним. Смотрите. Видите, разница какая. То есть, этот карандаш новенький, да, намного толще. Ну, вот попробовала сегодня. В принципе, я не разочаровалась. Пока вот нормально буду использовать. И взяла два цвета. Один фиолетовый, а другой синий. Ну, вот синий как-то, вот видите, легко, хорошо наносится. Фиолетовый еще раз попробую нанести. Вот, а фиолетовый как-то вот немножко комками, видите, ложится. Не знаю почему. Так, и здесь вот подводочка идет бледненькая такая. К розовой помадке. А это вот, она идет типа коралла. Вот, смотрите, эти оттенки. Вот, два оттенка взяла. В принципе, мне они понравились. Дальше. Использовала под глаза сегодня вот такой консилер. Но скажу, что я немножко с светом не угадала. И взяла из офиса темный консилер 35116. Я, кстати, все коды напишу под видео. Вот такой нож. Чем он мне нравится? Он с кисточкой. Но опять немножко темноват. Видите? Такой, как бы, ближе к желтому, наверное, цвету. И когда под глаза наносишь, он, конечно, какой-то эффект свой дает. Но вот все равно какая-то желтизна есть. Поэтому я его сегодня использовала. Но думаю, что, наверное, я больше не буду им пользоваться. Потому что другой из офиса уже принесла. Буду другим пользоваться. Так, тушь. Тушь мне понравилась. Я очень довольна. Особенность какая есть нанесения. Ну, я уже рассказывала о ней в видео. О том, что эффект, что можно красить не только вот таким образом, да. Но еще и вот так вот можно прокрашивать реснички. Создавая вот этот эффект кошачий глаз. Когда в уголках глаза чуть-чуть погуще получаются. Да, реснички. Но особенность какая. Она лучше наносится, если, например, вы слой нанесли. Потом чуть-чуть подсушили его. И потом наносите второй слой. Ну, подсушили сколько? Ну, может, секунд 30. Потому что она чуть-чуть подзастынет. Эта фибра, которая находится в туши, да. Она немножко подзастынет. И когда вы следующий слой наносите, она уже снова наращивает ресницы. То есть, как бы вы просто меньше времени потратите. Потому что так вот можно слой за слоем наносить. Но она будет жидковата еще, да. И как бы сцепление будет немножко хуже. Поэтому тушь вообще мне понравилась. И сегодня даже, кстати, кто в офис приходил, все обратили внимание, что у меня хороший макияж. И обращали внимание именно на глаза и на тушь. Потому что глаза были необычно накрашены. Я обычно все время светлым, да, здесь выделяю. Сегодня вот такой немножко, типа, под эффект смоки было сделано. Дальше. Есть такой праймер для губ. Я его использую. Я прошу прощения за внешний вид его, да. Но, видите, он в рабочем состоянии. Потому что я его активно использую. И он у меня уже, в принципе, все, да, практически заканчивается. Уже осталось совсем немножко. Но мне он очень нравится. То есть, он закрепляет макияж на губах, да. И он дольше лежит. И плюс очень хорошо ухаживает за губами, разглаживает их. Как-то они даже в объеме увеличиваются. Поэтому мне очень нравится. Дальше. Если говорить о губах, то я использовала сегодня три помады. Две помады. Одну помаду. Это у меня был заштрихованный карандаш. Вот такой. То есть, я наносила и заштриховала все губы. Дальше. Мне показалось, что очень ярко. Для того, чтобы приглушить яркость цвета. Вот иногда бывает, вы купите помаду, а вам цвет или яркий, или наоборот бледный, да. То есть, можно смешивать оттенки. Получается еще красивее оттенки, чем когда вот вы смешиваете. Потому что есть, например, красный оттенок, а есть бежевый. А когда смешаете, вообще прям шикарный оттенок получается. И как бы немножко красного, и немножко бежевого. Но все приглушенно. И вот самое то. Поэтому я использую вот эту помаду Роскошь Сияния, по-моему, она называется. Джордани Голд. Сорок шесть шестьдесят три. Сорок шесть шестьдесят три. Видите? На самом деле, в видео он как бы красноватый смотрится, а он вот такой темный. Такой темный, ближе к сливе, да. Вот. Смотрите, видите, какой-то по цвету. То есть, совершенно не красный. Очень мне нравится этот оттенок. Вот если я отдельно его нанесу. Видите, он какой получается. Вроде красный яркий, да. На самом деле, он не такой, как вот на видео. Потому что здесь немножко еще подсветка идет дальше. Второй оттенок, для того, чтобы приглушить. Вот. Это оттенок персик. По-моему, персик называется. Тридцать девять ноль девяносто один. Да, какой-то гламурный персик, не знаю. Это помады с блеском, которые идут. И с линейки On Color. Вот. По оттенку. Видите, он какой. Он для меня вот бледноватый. Если я его отдельно накрашу, он для меня вообще бледный. Поэтому я его использую в сочетании с чем-то. То есть наношу. Видите, уже красивый получается оттенок. Немножко неяркий, да. И не бледный. Такой средней. Средней яркости. И вот видите, если я бы сейчас еще нанесла, еще можно проходить бы было. Несколько часов. То есть вообще мне очень нравится косметика Reflame. Я очень довольна ее качеством. И я считаю, что даже помады копеечные вот такого рода, которые стоят там порядка 150-200 рублей, они шикарного качества. Просто по сравнению с этими помадами, например, да. У них меньше добавлено каких-нибудь витаминок. И плюс упаковочка. То есть видите, упаковки, конечно, эта упаковка гораздо дороже стоит. Соответственно, и помада дороже. А так вот, как говорят производители на заводе, то, что в принципе помады все делаются абсолютно одинаково. Завершающий штрих у меня был макияжа. Это кроме пудры еще вот такой хайлайтер. Сейчас я его нанесу где-нибудь тут на ручку. В принципе, он мне нравится. Единственное, что я очень редко, я очень редко вообще использую в принципе хайлайтер. Я его наносила сюда. Я вообще не умею его наносить, если скажу честно. Да, то есть... Не знаю, как его правильно наносить. Говорят, на выступающие участки. У меня практически все тут выступающее. Ну вот, единственное, куда я наношу всегда, это под бровь. То есть под бровь. Ну сейчас, видите, уже вечер. Можно не стараться. Вот. И здесь вот над бровью он у меня виден. Можно на носик нанести. На носик еще лучше бы здесь нанести темненький. Да, цвет, как бы контур придать носу. Тем более он у меня такой кривой. Мне когда-то его... Я играла в баскетбол, мне его разбили. Нос. И сейчас вот очень сложно его сделать прямым. Только при помощи, может быть, каких-то специальных, вот, например, теней. Иногда бывает я это делаю, но, в принципе, не заморачиваюсь на эту тему. Вот. Вот макияж, который у меня был сегодня сделан. Который продержался в течение всего дня. Ну и вот использовала я тоже. Вот в Арифлэм раньше были такие повязки для волос. Красивые. Необычные, да. Обычно белые. А мне вот это нравится больше. На ней меньше видно вот этой тоналки, например. Да, потому что белую как оденешь, потом начинаешь видео снимать. Вроде ты ее только один раз надел, а тут обязательно где-нибудь тоналка будет. А это вот мне нравится тем, что она как раз... Используется несколько раз. И сейчас я вот как раз буду снимать макияж. Тоже ее обязательно надену. Вот такая. Ну, на этом мой обзор закончен. С вами была Наталья Невзорова. Обязательно задавайте вопросы. Пишите свои пожелания. То есть, что бы вам хотелось увидеть, о чем бы я хотела... О чем бы вы хотели, чтобы я рассказала, я с удовольствием расскажу и поделюсь. Потому что у нас, ну, достаточно большой ассортимент продукции, которые мы можем протестировать. Ну, и хотелось бы от вас получить какие-либо запросы для того, чтобы знать, что вам интересно. Если вам полезно было это видео, нажимайте кнопку «Мне нравится». Делитесь с ним, со своими друзьями в социальных сетях, с клиентами. И под видео я напишу коды продуктов, которые я использовала сегодня в обзоре. И обязательно подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok